Когда программа установки ревербератора показывает, что нам нужно скачать больше 200 гигабайт данных, невольно задумываясь, а что там такого, чтобы столько весить? Сегодня мы об этом поговорим, но прежде чем начать, я хочу напомнить, что новогодний календарь в этом году проходит в расширенном формате, подробности вы можете узнать, щелкнув по подсказке или перейдя по ссылке в описании под видео. Сейчас на ваших экранах вы видите сверточный ревербератор Inspirato Professional от венгерской компании Inspired Acoustics. Это полноценный иммерсивный прибор, который может работать с Dolby Atmos. Я сейчас загрузил экземпляр плагина на канал эффектов 7.1.2 в Nuendo и направил его на шину с бэк-вокалами. Соответственно, мы сейчас выберем помещение, в котором разместим наши бэк-вокалы. Зайдем в меню браузер и посмотрим, что есть в нашем распоряжении. Мы видим концертные залы, театры оперы, церкви, обычные жилые помещения и пост. Здесь находятся все те помещения, которые не вошли в предыдущие категории. Но перейдем в концерт-холл и я покажу вам мое самое любимое помещение. Это концертный зал, размещенный в пещере. Давайте посмотрим на фотку. Выглядит шикарно. Видите, вот этот необычный слайдер или регулятор, он позволяет изменить положение виртуального слушателя в пространстве. Но здесь ничего не понятно, поэтому перейдем во вкладку FineTune и теперь все становится намного более очевидным. Видим слушателя и видим то, что мы можем вращать его как угодно. Сейчас он направлен в сторону входных источников, то есть в сторону, грубо говоря, наших виртуальных музыкантов, но мы можем отвернуть его назад. Давайте послушаем, как это все звучит. Шикарное звучание, шикарный хвост, шикарное затухание. Давайте послушаем без реверберации. Разница в звучании более чем ощутимая. Даже нет особого смысла комментировать. Но я сейчас предлагаю посмотреть, как изменение положения слушателя будет влиять на звук. Обратите внимание на то, что когда я перемещаю слушателя примерно вот сюда, слышно, как усиливается звучание с противоположной стороны, потому что слушатель смотрит в одну сторону, а музыканты находятся с другой стороны. И таким образом мы можем очень сильно влиять на размещение и источников сигнала, и, собственно, реверберации, которая создается вот этим виртуальным помещением. Сейчас мы смотрим непосредственно на источники звука. А когда мы отворачиваемся от них, звук сразу же становится более темным. Просто обалденно. Более того, мы можем изменить расположение слушателя в пространстве. Давайте посмотрим. Вы можете представить, сколько нужно сделать слепков в помещении, чтобы сэмплировать каждое вот это микроскопическое перемещение положения слушателя в реальном пространстве. Именно поэтому библиотека пространств для Inspirato Professional весит очень много, потому что очень много деталей, и это хорошо. Это та цена, которую мы можем заплатить за невероятную гибкость в настройке и шикарное звучание. Но как мы можем изменить звучание этого пространства? Понятное дело, что входные источники мы можем разместить как угодно и где угодно в пространстве, и поскольку мы работаем с 7.1.2, в нашем распоряжении все доступные каналы. Можем двигать их как угодно, как нам заблагорассудится. Более того, мы можем изменить расположение динамиков с помощью Speaker Setup вот здесь. То есть обычно я располагаю вот так в Nuendo. 5, 6 здесь, 7, 8 здесь. И вот потолочные таким образом. Первый, второй — это левый, правый, фронтальные каналы. Супер! Мы изменили расположение динамиков, и здесь мы можем изменить направленность микрофона с Omni на Figure 8, то есть на восьмерку. Шикарно! И теперь давайте подстроим звучание основных параметров. В нашем распоряжении есть как простые типичные настройки, так и совсем нетипичные. Ну, простые Input-Output, входной и выходной уровень сигналов, регуляторы среза низких и высоких частот, Pre-Delay и Drive-Ed. Все, на этом обычные параметры заканчиваются. Дальше начинаются необычные. Параметр Decay позволяет уменьшить время звучания реверберации, то есть сделать затухание покороче. Это, пожалуй, тоже традиционный параметр. Но, например, с помощью параметра Distance мы изменяем размещение виртуального слушателя. С помощью параметра Clarity мы увеличиваем количество и энергию ранних отражений. Это сразу же отражается вот здесь на графике. Посмотрите. С помощью регулятора Purity мы можем добавить высоких частот ранним отражением. Посмотрите, опять же, это сразу отражается на графике. Очень удобно смотреть. А с помощью регулятора Trim мы можем уменьшить количество ранних отражений. И в максимальном значении параметра это будет звучать практически как Pre-Delay. Ну и самый интересный параметр здесь – это соотношение между Direct и Reverberant сигналами. Поскольку в нашем распоряжении есть как пространство, так и виртуальный слушатель, мы можем сделать таким образом. Выставив значение минимальное, то есть максимум Direct сигнала, мы слышим максимально сухое пространство, но с включенной ориентацией расположения слушателя. Давайте я включу воспроизведение, и вы поймете, как это работает. Сейчас мы вращаем слушателя, и реверберации нет, но при этом бейки начинают перемещаться. То вправо, то влево. В зависимости от того, мы поворачиваемся к ним или отворачиваемся от них. И теперь давайте включим... Maximum Reverberant, то есть максимум реверберации. Вы видели, что я вращал слушателя как угодно, и это никак не влияло на звук. Действительно, потому что сейчас мы слушаем только реверберацию. Никакого влияния Direct сигнала нет. Кстати, разработчик рекомендует использовать вот этот параметр соотношения реверберант и Direct сигнала в большинстве ситуаций вместо DryVet, потому что Dry и Vet для обычных ревербераторов, ну это понятный параметр, а для такого навороченного прибора он будет создавать больше проблем, потому что он будет в определенном смысле игнорировать виртуального слушателя, и если нам нужно собрать качественное соотношение обработанного и необработанного сигналов, лучше это делать, выставляя соотношение между слушателем и реверберацией. Я думаю, это понятно. Давайте послушаем, как будет влиять на звучание изменение значения параметра Wiz, то есть ширины наших виртуальных источников. Намного более широкий, намного более объемный звук. Заметьте также то, что сейчас основной сигнал мы видим в каналах ABC. Почему так происходит? Потому что бэки размещены в плоскости фронтов, то есть левого, центрального и правого каналов. Если мы сместим, например, их вот таким образом, посмотрим теперь. Пожалуйста, у нас теперь появились дополнительные сайды. То есть, когда мы используем Inspirator, она четко следует тому паттерну панорамирования, который мы выбрали для наших аудиозаписей. И для Dolby Atmos эту возможность сложно переоценить. Это как раз то, что делает этот ревербератор практически незаменимым в тех ситуациях, когда нам нужно создать естественное ощущение пространства для иммерсивных миксов. Окей, давайте уменьшим ширину до каких-то более приличных значений и посмотрим на другие параметры. Вы видите, что вот в этой центральной области мы можем настроить отдельно и ширину, и какие-то другие параметры для всех источников одновременно или для каждого из них отдельно. Как это сделать? Нажимаем Per Source и видим, что теперь для каждого канала у нас доступны все вот эти параметры, которые мы видели ранее. Добавляется еще один параметр Trans, то есть Transition. С его помощью мы определяем время работы параметра Clarity, то есть насколько долго будут работать ранние отражения. И здесь, переключаясь между отдельными вкладками, мы можем настроить все, что угодно, как нам нужно. Просто шикарно. Сегодня мы лишь слегка затрагиваем вот эти все параметры, но если вам будет интересно, я расскажу о каждой отдельной секции подробнее. Пока давайте вернемся к нашему проекту. И я хочу показать вам кое-что намного более интересное. Сейчас мы использовали Inspirator в качестве ревербератора. Хоть он звучит и классно, хоть он работает отлично, но все-таки это ревербератор. А сейчас я покажу вам, как использовать его в качестве апмиксера. Перед нами сейчас дорожки акустической гитары. Давайте ее послушаем. Ничего необычного. Две дорожки акустической гитары спанорамированы жестко влево, жестко вправо. Они заходят на групповой канал, который направляется на бэд для гитар. Посмотрим здесь. Левой и правой фронты. Все понятно. Теперь давайте добавим на вот эту шину реверберацию. 7.1.2 И выберем подходящее пространство. Я зайду вот сюда в пост. И мне нравится звучание Main Scoring Stage Pannonia Studio. Послушаем. Довольно естественное, приятное пространство. Сейчас сбросим громкость в ноль. Посмотрите внимательно. Теперь вот этот ревербератор добавляет сигнал во все каналы шины 7.1.2. Заходят канал A и канал B. А реверберацию мы видим здесь везде. Во всех каналах, кроме LF. Послушаем отдельно, чтобы убедиться в этом. Вот видим, все работает. Теперь зайдем в инспиратору. Тоже все работает. А теперь переместим гитару немного вот таким образом. Вы видите, что так, как было с бэк-вокалами, не происходит. Сейчас как каналы A и B звучали, так они и звучат. В чем проблема? Проблема в том, что мы добавляем посыл на шину, которая, по сути, стереошина. Хоть она направляется на гитарный бэд, но эта иммерсивная шина ее не делает. Что в этой ситуации я предлагаю сделать? Я предлагаю сделать очень интересную фишку. Мы сейчас направим вот эту шину акустической гитары на шину 7.1.2. Давайте сейчас так и сделаем. Создаем групповой канал 7.1.2. Направляем его на гитар-бэд. Сделаем вот таким образом. Я все подписываю 7.1.2, чтобы вы не запутались в настройках. Убираем вот этот реверб. Он нам не нужен. И что мы сейчас будем делать? Мы добавим инспиратору непосредственно на шину акустической гитары 7.1.2. Перетащим. И послушаем теперь. Работает неплохо. Посмотрим. Вы видите, что теперь дополнительные каналы задействованы. Но я изменю настройку. Сделаем вот таким образом, так как мне нравится больше. Это можно сохранить как пресет по умолчанию. Вот так. Неплохо. И немного подстроим директивити. Хорошо. Отлично. Мы теперь можем изменить расположение отдельных источников сигнала. Например, мы можем вот эти потолочные каналы сдвинуть сюда. И когда мы их задействуем, звучание станет еще более интересным. В виде тем, что теперь они задействованы. Но вы можете спросить меня, ну какой же это апмиксер, если здесь куча реверберации? И вот здесь начинается магия вот этого слайдера, выбора соотношения, реверберант и дайрект. Давайте выкрутим в ноль и послушаем. Отлично. Теперь нет никакой реверберации, есть только чистый, неокрашенный сигнал. Сейчас я переместил слушателя ближе к входным источникам, и звучание изменилось, стало более наполненным. Теперь мы можем изменить ширину. Ищем положение, при котором звук будет самым лучшим. Дополнительные высокие частоты нам здесь не нужны. Попробуем подстроить Clarity. Видите, что тонкая настройка каждого из параметров очень сильно влияет на общее звучание. Таким образом, мы можем использовать Inspirato и в качестве эквалайзера, и в качестве дополнительного апмиксера. У нас были обычные источники, то есть два моноисточника, спанорамированные жестко влево и жестко вправо на фронт. А теперь у нас полноценная акустическая гитара, которая звучит как большой инструмент. И более того, мы эквализируем ее внутри ревербератора. Просто шики блеск. Давайте послушаем эту гитару вместе с бэками. Продолжение следует... Шикарное звучание. Действительно, Inspirato Professional — это крайне гибкий в настройке и очень круто звучащий инструмент. Несмотря на то, что библиотека его включает больше 200 гигабайт сэмплов материалов, это небольшая проблема и небольшая плата за разнообразие пространств, которые есть в нашем распоряжении. Попробуйте этот прибор в ваших миксах, попробуйте разные пространства. Сегодня я показал вам лишь парочку из доступных вариантов. И если вам интересно больше материалов, посвященных этому плагину, напишите об этом в комментариях под видео. А пока большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Плывите к звуку.